В эфире программа Центр притяжения. Это новости Михайловского ГОКа имени Андрея Варичева и Железногорска. В студии Софья Алехина. Здравствуйте. И вначале коротко о главных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они открывают новые страницы истории Великой Отечественной. В Курске наградили победителей журналистского конкурса имени Константина Воробьева. Эффективный и надежный. Так характеризует новый экскаватор, который поступил на службу в управление по производству запасных частей Михайловского ГОКа. Машина задействована на участке переработки песка. Отсюда сыпучий материал идет для изготовления деталей в фасонно-литейный цех комбината. Продолжит Алексей Строев. Сергей Новиков – машинист экскаватора с богатым опытом. Потому всего одной смены хватило, чтобы освоиться в новом экскаваторе. Достоинства этой машины налицо. Впечатления очень хорошие. Машина удобная в управлении. Хорошо слушается. Машина мощная. По комфорту очень все удовлетворяет. Облегчает работу машиниста и делает ее безопаснее камера заднего вида высокой четкости. Основная задача машины – переэскаваться и загрузка уже готового формовочного песка в «Нумкары». Ускорить процесс помогает стрела. А ее высота – более 7 метров. Ширина трака машины всего 600 миллиметров. Вместе с небольшой массой – 20 тонн. Это дает экскаватору надежную устойчивость на влажном грунте. А мощная гидравлика и ковш в 2,5 кубометра повышают производительность. Именно вот эта техника позволит повысить производительность участка, сократить ремонты, повысить безопасность и комфортность условий труда. Модернизация парка техники – часть инвестиционной программы «Металлинвеста». Причем закупается высокотехнологичное, производительное и безопасное для работы оборудование. Алексей Строев, Вадим Кулешов, Медиа-центр, Железногорск. На участке ремонтов карьерного оборудования Михайловского ГОКа имени Андрея Варичева серьезно увеличили производительность. Проанализировав процесс восстановления деталей, здесь полностью перестроили давно сложившийся подход к ремонтным работам. О том, как важны обдуманные перемены на производстве – наш репортаж. Внимание и собранность. Незаменимые профессиональные качества Александра Паршикова. Контролера станочных работ. Именно он определяет, требует деталь замены или нет. Делаю замеры, проверяем, как на пригодность, согласно чертежу. Какие там чертежные размеры или действительные получаются, в допуске, не в допуске. Раньше во время плановых ремонтов меняли исключительно детали с дефектами. Теперь проводят тщательную проверку каждого узла, даже без очевидных изъянов. Это позволяет предотвратить поломки в дальнейшем. Такой подход потребовал еще одной инновации – четкого зонирования пространства, что и где выполняется. Создали зону разборки редукторов, создали зону мойки деталей, создана зона производства замеров деталей, где происходит замеры подшипников, зубчатых зацеплений, валов. Ну и также сделали отдельную зону наплавки корпусных деталей. На участке ремонтируют более 30 различных узлов для экскаваторов и буровых станков. Но чаще других здесь восстанавливают редукторы. На горной технике они, как правило, изнашиваются быстрее других агрегатов. Но теперь их рабочий ресурс увеличился. Если сравнивать статистику за январь, за первый квартал 2021 года и статистику за первый квартал 2022 года, то она говорит о том, что почти на 50% снижена аварийность оборудования за счет снижения выхода в из строя узлов этого оборудования. Время ремонта увеличилось, да, но это того стоит. На достигнутом останавливаться не собираются. Сейчас здесь анализируют новые стандарты ремонта других узлов и механизмов. Елена Глотова, Алексей Строев, Вадим Кулешов, Медиа-центр, Железногорск. В рамках недели охраны труда руководители Михаиловского ГОКа и профсоюзной организации комбината встретились с уполномоченными по охране труда и промышленной безопасности Горно-Металлургического профсоюза России. Уполномоченные по охране труда – это люди, которые доверил коллектив решать вопросы в сфере охраны труда на своих рабочих местах. И хочется им сказать огромное спасибо нашим активистам, которые помимо своих основных обязанностей еще ведут такую большую, сложенную и ответственную работу в своих сотрудных произведениях. Сегодня в подразделениях Михаиловского ГОКа работают почти 70 уполномоченных. На их плечах большая ответственность, контроль за соблюдением правил безопасности, выявление слабых мест и устранение недочетов в области охраны труда. Охрана труда, проверка и участие в жизни по охране труда и промышленной безопасности комбината доверены тем людям, которые непосредственно занимаются этим на рабочих местах. Вы все участники производственного процесса. Ваше участие, подсказка, понимание и направление, оно более веское, более ценное ваше слово, чем любой сторонний представитель, проверяющий. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с обеспечением сотрудников спецодежды и организации безопасных рабочих мест. Запланировали ряд визитов в подразделения. Также объявили старт конкурса лучшие уполномоченные по ОТО и ПБ на комбинате. Победители и призеры получат право на участие в аналогичном состязании федерального масштаба. Несколько десятков туй и елей высадили работники Михаиловского ГОКа имени Андрея Варичева на фабрике окомкования. Так они поддержали акцию «Металлоинвеста. Мы за зеленое производство», приуроченную к корпоративной неделе охраны труда. Подробности в нашем сюжете. Посадить дерево всегда в радость. Сделать это на любимом производстве – радость вдвойне. На фабрике окомкования новые саженцы появились вдоль аллеи, разбитой по случаю юбилея подразделения. Каждую тую и сосенку заботливо опускали в лунку, добавляя удобрений, чтобы росли лучше. Бабушки и дедушки у нас сажают, мы помогаем сюда на даче. Но именно деревья сажать приходится редко, тем более такие еловые деревья. Очень приятно сегодня было, тем более хорошее настроение. Я думаю, что мероприятие всем принесло положительные эмоции. Буквально полчаса и пустующая площадка радует аккуратно высаженными хвойниками. На сотрудников фабрики окомкования ложится приятная забота ухаживать за деревцами. Коллектив, именно то, что он пожелал и мы воплощаем, естественно, за этим он будет смотреть и ухаживать. Дальше мы сделаем все знаменательные информационные стенды в честь 45-летия. Поэтому однозначно инициатива коллектива будет воплощена в жизнь. Символично, что акцию по высадке деревьев организовали по соседству с третьей обжиговой машиной. Современным и экологичным производством забот об окружающей среде, как один из базовых принципов, заложена и в стратегии качественных изменений металлоинвеста. Продолжая традицию посадки деревьев, мы следуем традициям основателей Миколаевского ГОК, которые заложили много парков на территории города Железногорска. Мы показываем своим примером заботу об экологии. Я считаю, что это очень важно как для всего коллектива, так и для будущего поколения. В завершении акции общая фотография, которая тоже станет частью истории подразделения. Елена Точилина, Алексей Строев, Михаил Непринцев, Медиа-центр, Железногорск. Рассказывать о Великой Отечественной войне всегда сложно. За каждой историей судьбы простых людей, переживших страшные события. Имена многих героев до сих пор неизвестны. Находить утерянные страницы истории помогает журналистский конкурс имени Константина Воробьева. Он проводится в Курской области больше 20 лет. Поддержку творческому состязанию оказывает металлоинвест. 25 лауреатов. Среди победителей коллектив курских журналистов, издавших книгу о выдающемся курянине, герой Советского Союза Михаиле Булатове, хранитель русского духа и мужества. Один из авторов, Владимир Кулагин, рассказывает, пришлось на время стать историками и биографами ветерана, прочитать сотни публикаций и архивных документов, пройти вместе с ним фронтовыми дорогами к воротам Кенигсберга. «Мины фашистские были заложены под асфальт, и эту дорогу надо было освободить, чтобы наши танки могли пройти дальше и штурмовать Кенигсберг тогда. Втроем они были, двоих убило, он один остался. Из-под асфальта два десятка мин этих извлек один под страшным огнем противника». Конкурс имени писателя-фронтовика Константина Воробьева раз за разом доказывает, материалы о войне нужны читателю. Поддерживает журналистов в этой важной творческой работе «Металлоинвест». Компании «Союз журналистов Курской области» являются учредителями конкурса. «Это та ниточка военной тематики, которая проходит через поколения. Безусловно, сохранение памяти остается, наверное, главной задачей этого конкурса. И не просто передача исторической правды, но и тех, главное, эмоций, чувств, которые были связаны с жизнью каждого человека, кто воевал во время Великой Отечественной войны». Не только профессиональные журналисты открывают публике ранее неизвестные факты о войне. Василий Приходько много лет работал в районной администрации. Помогая родственникам искать сведения о своих дедах и прадедах, он узнал, что командир полка, где служили легендарные Егоров и Кантария, водрузившие знамя победы над Рейхстагом, был курянином. «Полковник Плеходанов, он был командиром полка, который штурмом брал Рейхстаг. Задача была такая, хотя бы одна из групп должна была водрузить знамя. Все пять групп водрузили знамена на разных фасадах, не только на центральном куполе. Но вот на центральном куполе это Егоров и Кантария Мелетон». Журналисты Курской области и соседних регионов представляют свои работы на конкурс Константина Воробьева уже третий десяток лет. Великая Отечественная война по сей день остается живительным источником для творчества, пусть с привкусом горечи, но таким необходимым. Алексей Строев, Михаил Непринцев, Медиа-центр, Железногорск. Герои нашего следующего сюжета совсем юные ребята, но они уже немало знают о горном деле и выражают свой интерес в творчестве. Мастерят модели карьерной техники из самых разных материалов, рисуют или вышивают на ткани и участвуют в конкурсе «Жемчужин Акма». Победителей наградили в Железногорском дворце горняков. По выставке прогулялась Елена Тачилина. Нарисованные фабрики и карьер, макеты экскаваторов и белазов, горнорудные пейзажи в виде аппликации или выжженные по дереву. Эта экспозиция в фойе дворца горняков как променад по градообразующему предприятию. Соню Скрипникову вдохновила настоящая экскурсия в карьер Михайловского ГОКа. Над поделкой трудилась вместе с мамой и старшим братом. Мне понравилось больше всего, как добывали роду машины там, как они копали. Для многих юных железногорцев знакомство с Михайловским ГОКом начинается как раз с участия в конкурсе «Жемчужин Акма». О комбинате им рассказывают мамы и папы, бабушки и дедушки, педагоги. Шестиклассница Аня Мишина для участия в конкурсе сделала историческую справку о развитии комбината. Работала над ней почти два месяца. Результат порадовал. Эстетический материал о датах, что происходило на эти даты. Почему ты тут на тему выбрала? Ну, я думала, что надо что-то особенное выбрать, что не будет повторяться. Всего полсотни мальчиков и девочек в этот раз стали победителями и призерами конкурса «Жемчужин Акма». Авторы лучших работ получили в подарок от металлоинвеста игрушки, куклы, машинки, наборы конструкторов. А ребята постарше – подарочные сертификаты. Сегодня я хотел бы выразить особую благодарность нашим педагогам за то, что вы патриотически воспитываете наших деток, прививаете любовь к нашей малой родине, к нашему предприятию. За это огромное вам спасибо. Ну а деткам, деток хочу поздравить с такими замечательными результатами, которых вы добились. Я искренне надеюсь, что вы пойдете по стопам своих родителей и в скором будущем станете частью нашего коллектива. Это очень-очень приятно, за вами будущее. Организаторам спасибо за приглашение. Всем в хорошем настроении. Лучшие работы будут представлены на выставке, посвященной Дню Металлурга. Елена Точилина, Вадим Кулешов, Медиа-центр, Железногорск. На Михайловском ГОКе имени Андрея Варичева прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в рамках рабочей спартакиады. В этот раз в меткости соревновались порядка 140 работников всех цехов и подразделений предприятия. Интерес к спорту на комбинате растет из года в год. К состязаниям присоединяются новички. Геолог карьера Ирина Онипер спортивной стрельбой занималась еще в школе. А вот в спартакиаде участвует впервые. Ну, я считаю, любой спорт для девушки уместен. И, в принципе, это тоже, ну, как я уже говорила, что это выплюсть своей энергии. То есть направить его в правильное русло, научиться мыслить, видеть и концентрироваться на чем-то определенном. На Михайловском ГОКе женщины не уступают сильному полу в умении держать в руках винтовку. Специалист трудоуправления Людмила Васенкова участвует в разных соревнованиях. По легкой атлетике, лыжным гонкам, игровым видам спорта. А вот любовь к оружию привил папа. Потому для девушки стрельба – особый вид спорта. Вырабатываешь выдержку, стараешься контролировать эмоции. Не всегда получается, потому что волнуюсь сильно. В командном зачете в первой группе цехов тройку лидеров сформировали обогатительная фабрика, орудоуправление и управление по ремонту механического и электроэнергетического оборудования. Во второй – команды агрофирмы «Горняк», Центральной электротехнической лаборатории и МГОК «Здоровье». На этом все на сегодня. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова